Коллеги, добрый день. Дайте мне, пожалуйста, знать, как слышно. Я сегодня вещаю из бизнес-центра, и вообще сейчас только вышло совещание, которое было с нашим губернатором, и заранее извиняюсь, потому что когда оно закончится окончательно, в коридоре будет очень шумно, мы рядом здесь находимся, поэтому давайте работать. Итак, сегодня у нас тема очень важная, можно сказать, вообще фундаментальная. Связана она с тем, что нам нужно не просто подготовить с вами диссертацию, но и нам необходимо подать текст диссертации таким образом, чтобы этот текст удовлетворял тем требованиям, которые предъявляются к этой работе. Давайте посмотрим, что мы сегодня с вами обсудим. Во-первых, коллеги, кто-то пишет то, что слышно хорошо, и тут же пишут, что звук плохой. Все-таки какой звук? Мне в тщате напишите. Небольшой фон идет, да, потому что я нахожусь в свободном зале, и, к сожалению, другого места у меня здесь нет. Так благодарю коллег, что они мне предоставили такую возможность. Небольшой фон. Ну, просто пустое совершенно помещение, в котором я сижу одна, поэтому такой фон. Значит, сегодня что мы посмотрим с вами? Зачем нам вообще рассуждать о логике и, соответственно, может быть, гарнитуры? Ну, давайте попробуем. Наталья Мадосовна, попробуйте пить. Перезайти. Надеюсь, что Наталья Мадосовна сейчас попробует перезайти. Небольшой сбой, да, произошел. Коллеги, не волнуйтесь, сейчас все, все, оставьте все как было. Вот, сначала печим, что нам плохо. Давайте звук поправим, потом кривление. Нет, давайте лучше пить, как было. Так, пробуем еще раз. Вот, все, теперь как было. Ничего не трогаем, Наталья Мадосовна. Пусть шумит, пусть слегка. Если что-то пропадает, коллеги, звук совсем пропадает, попробуйте выйти и зайти по ссылке заново, но в чат сигнализируйте. Хорошо? Потому что иногда бывает, вот как у нас сейчас Наталья Мадосовна, а иногда бывает... Да, я думаю, лишний раз прикосновение к проводу решает. Да-да-да, ничего не трогаем, коллеги, пусть будет. Хорошо. При записи постарается немножко, шум немножко уйдет, поэтому слышно будет, пересмотреть можно будет. Да, все, договорились, благодарю. Друзья, по презентации уже Татьяна сказала, презентацию я не предоставляю, если нужно, делайте скрины, пожалуйста. Итак, первое, мы посмотрим, зачем нам вообще нужна логика в диссертации, то есть какие требования к нам предъявляются. Второе, мы посмотрим сегодня на то, что такое логика. Это приложение не в принципе, обо всей науке поговорим, да, а о том, что нам нужно с вами понимать, какие ключевые есть формы мышления и как это реализуется в диссертационной работе. Третье, нам необходимо посмотреть вообще на структуру работы и на то, как излагать текст таким образом, чтобы вот это соответствие требованиям возникло. Итак, давайте начнем с первого вопроса. И здесь мне бы хотелось начать с некой фразы, которая нас настроит на правильный лад. Вообще, когда мы говорим о научной работе, любой научной работе, а тем более о диссертации, мы понимаем, что это не есть пересказ существующих фактов. То есть любая научная работа и тем более диссертационная работа, это не рассказ о чем-то. Соответственно, нам нужно понять, а как сделать так, чтобы эта работа смотрелась целостной, чтобы она была научной, да, и в этом смысле к нам как раз предъявляются определенные требования. Зачем же нам логика? Ну, во-первых, если мы посмотрим с вами положение о присуждении ученых степеней, то мы увидим в статье 9, что диссертационная работа является научно-квалификационной работой. То есть раз она научная, то она не может быть сведена просто к констатации общеизвестных фактов, к называнию их, не важно, логически они выстроены, нелогически они выстроены. Мы с вами, вообще наука связана, направлена на то, чтобы устанавливать определенные отношения, взаимосвязи и так далее. И, соответственно, нам нужно понять, а какие вообще вот эти вот приемы для нас известны, которые делают, скажем так, просто рассказ научной работы. Можно так сделать или нет? Ну, на самом деле, не вполне, сейчас будем потихонечку с этим разбираться. Еще одно, зачем нам нужна логика, ее приемы в частности, потому что у нас еще одна статья положения, статья 10, говорит о том, что, то есть это касательно требований, которые к нам предъявляются, говорит о том, что работа должна обладать внутренним единством и содержать новые научные результаты и положения. То есть, опять же, просто пересказ, просто рассказ про то, что сделали другие авторы, нам не подходит. Нам нужно что-то свое создать. И при этом нам нужно сделать это таким образом, чтобы вот эта работа была, что значит, она внутренним единством обладала, чтобы как раз между вашими проблемами, задачами, которые вы решаете, тем терминологическим аппаратом, которые вы пользуетесь внутри своей исследовательской области, были установлены вот эти определенные взаимосвязи. Кроме того, еще одно утверждение. Логика – это как раз то, что нам дает возможность обосновать нашу мысль и что-то доказать. То есть, когда мы говорим о научной работе, почему мы не можем обойтись без логики? Потому что логика, она как некий инструмент создания достоверности. То есть, если мы с вами не используем определенные приемы, принципы, операции мыслительные и так далее, то мы не достигаем вот этого результата. Поэтому здесь даже не о чем говорить. Безусловно, она нужна. Безусловно, мы ее используем. И используем, опять же, не потому что мне так хотелось бы вам сказать, потому что если мы с вами посмотрим в положение еще один раз, то мы с вами увидим, что существуют требования. Сразу хочу сказать, что это не прямая цитата, нет такого прям дословного предложения в положении. Но если мы возьмем эти требования и вычленим, то суть будет состоять в том, что те положения, которые мы будем выносить на защиту, то есть ваши авторские научные результаты, которые и представляют ценность вашей диссертационной работы, они должны быть научно обоснованы и аргументированы. То есть не просто вы рассказали чье-то, не просто вы сформулировали свое, например, на основе своего исследования, но и вы обосновали, что то, что вы предлагаете, то, что вы получили в качестве научного результата, этому можно доверять. И в этом здесь, конечно, помогает нам логика и то, что она нам предоставляет. Что оценивают эксперты? Почему так важно, чтобы работа соответствовала тем критериям, о которых мы с вами сейчас только сказали? Дело все в том, что вы в рамках экспертизы, она будет неоднократная, рецензент у вас почитает на кафедре, прежде чем работа будет обсуждаться. В диссертационном совете будет создана комиссия, где у вас будут читать, изучать вашу работу, для того, чтобы принять решение, взять ее или не взять в этот диссертационный совет для защиты и так далее. Естественно, эксперт ВАГ будет оценивать вашу работу. То есть на каждом этапе экспертизы эксперт оценивает определенные вещи. И если мы с вами, скажем так, мы не знаем, предположим, мы не знаем, что оценивает эксперт ВАГ, но мы точно знаем, что оценивают эксперты, такие как официальный оппонент, как ведущая организация. Почему? Потому что мы с вами получаем от них отзыв. И в этом отзыве, если вы посмотрите доступные на сайте ВАГ полно отзывов, вы можете их посмотреть, завершающая часть отзыва обязательно содержит фразу о логике построения работы. И вообще, если мы посмотрим на отзыв, то мы увидим, что эксперт практически весь отзыв с парамизом тем, что эксперт оценивает новизну и обоснованность всего. Первая обоснованность, чего оценивается, это выбор методов исследования. То есть мы даже это, мы не можем просто взять методы любые, которые пришли нам в голову. Мы даже это должны с вами обосновать. Вот что такое обосновать, мы сегодня с вами будем рассматривать. Второе. Естественно, эксперт оценивает научную новизну, представленную в диссертации. И он не серию оценивает, есть она или нет. Это безусловно, да, если нет новизны, то работу даже нечего предоставлять, ни на какую экспертизу. А он как раз тоже оценивает вот эту обоснованность, правомерность того, что вы заявляете в своей работе. Следующее. Это, естественно, внутреннее единство работы. Смотрится ли эта работа цельной? Потому что сегодня мы опять же будем говорить, что значит логически выстроенный текст. Да, вот если текст логически выстроен, правильно структурирован, то, естественно, вот это единство, это не какое-то искусственное состояние. У вас такой текст просто получится в результате того, что вы будете применять, то, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Следующее. Это, конечно, степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов. То есть, когда научная новизна – это одно, те положения, которые вы выносите на защиту – это одно, но у вас могут быть различные рекомендации, у вас могут быть такие положения, которые имеют теоретически и практическую направленность. И вот здесь тоже эксперт должен оценить, а стоит ли вот эти рекомендации, например, применять. То есть, какой будет результат от применения этих рекомендаций, насколько они достоверны, эти выводы полученные и сформулированные на основе этих выводов рекомендации. Поэтому здесь практически все, на что направлено экспертиза, пронизано оценкой обоснованности и достоверности. Ну и, естественно, я не случайно сказала, что в отзыве на вашу диссертационную работу прямо будет содержаться фразы, которые оценивают структуру работы, как она структурирована, и логику построения диссертационного исследования. То есть нельзя сказать, что это какие-то критерии, которые прописаны где-то там в положении или в каком-то конкретном нормативном документе. Это абсолютно очевидный факт для экспертного сообщества, что вот без оценки вот этих элементов мы просто не обойдемся. Как сделать так, чтобы наша работа соответствовала этим критериям, что нам необходимо сделать? Именно для этого нам и нужна логика и то мышление, те формы мышления, которые нам известны. И сегодня в каком-то смысле, наверное, тема для вас легкая. Почему? Потому что, ну, во-первых, логику мы изучаем с вами, и в рамках особенно аспирантского курса, который есть в университетах, в научных организациях вы, может быть, изучаете, может быть, оплочно изучаете философию и, может быть, изучаете частично логику. То есть это то, с чем мы сталкиваемся с вами. То есть как бы известные нам вещи. Но наша задача сегодня проговорить именно то, как это работает в рамках диссертации. Ну и давайте посмотрим, что же такое логика для нас, как мы ее воспринимаем. Безусловно, это наука о формах и способах мышления. И именно вот этими формами и способами мышления мы пользуемся при построении текста, любого научного текста, но диссертации, безусловно. И я говорила о том, что нам сегодня нужно понять, что такое обоснованность. Мы часто слышим такое, да, может быть, когда-то сами произносим такое. Этот вывод недостаточно обоснован. Что это значит, что он недостаточно? Чего не хватило этому эксперту, когда он так сказал? Или мы читаем, например, в отзыве, что в данной работе недостаточно четко построена логика. Что имеем в виду эксперт? Вот для того, чтобы вы сами для себя стали экспертами в этом вопросе, нам нужно сегодня с этим поработать. Итак, зачем нам логика? Что она нам предоставляет как инструментарий, как некие возможности? Во-первых, логика нам позволяет осуществить вот тот самый переход от рассуждений, от констатации фактов, от какого-то интуитивного понимания, каких-то процессов и явлений, которые мы изучаем, возможно, даже основанных на жизненном опыте, скажем так, на каком-то субъективном своем восприятии, перейти к упорядоченному и обязательно лишенному двусмысленности по изложению текста. То есть текст ваш не должен трактоваться, знаете, можно так, а можно вот так. Вот такого не должно быть в тексте. И для того, чтобы вот эта упорядоченность и вот эта вот четкость формулировок присутствовала, нам здесь помогают очень важные, конечно, вещи, без которых не обходится никакая научная работа, особенно диссертационная. Это умение выстраивать мысли логически. Что значит мыслить логически? Что значит выстроить работу логически? Во-первых, нам необходимо в тексте использовать ключевые формы мышления. У нас их мы сегодня посмотрим на три. Понятия осуждения и умозаключения. Большинство из нас, когда определяет научную новизну своей работы и когда есть понимание, что научная новизна не может касаться только практических там решений, да, что нужно еще и теоретически какой-то компонент в новизне иметь, мы говорим, я буду уточнять, например, какое-то понятие или расширительную трактовку дам или детализирую то-то понятие, да, то есть в каждой науке есть свои понятия и наша задача сегодня разобраться с тем, что мы в диссертации делаем для того, чтобы этот текст звучал серьезно, научно, обоснованно и соответствовал критерию достаточности этого всего для того, чтобы мы этот текст назвали диссертационной работой. Второе, что значит мыслить логически, это значит совершать мыслительные операции. Да, кажется, вот сейчас на слайд, наверное, смотрите, кажется, ну да, действительно мы какие-то мыслительные операции осуществляем, но какое это отношение имеет к тексту. Прямое отношение мы сейчас все это рассмотрим более подробно и станет понятно, как именно это применить для построения текста, а не просто для осмысления, обдумывания своей работы, своего исследования и тех идей, которые будут положены в основу вашего будущего труда. Ну и, конечно, мы не можем обойтись без аргументации, и поэтому, когда мы говорим о том, что работа выстроена логически, мы понимаем, что там есть аргументация тех утверждений, которые мы выдвигаем, и эти утверждения, эта аргументация выстроена в соответствии с законами логики. Конечно, тема, на которую мы замахнулись сегодня, это, наверное, тема совсем даже ни одной встречи, и, может быть, если эта тема откликнется, можно ее углубить и сделать еще какую-то встречу. Поэтому прямо законы логики мы сегодня рассматривать не будем, но о том, что такое аргументация, как раз все-таки поговорим. Итак, давайте начнем с того, что же у нас такое ключевых форм, с которыми мы с вами постоянно внутри текста диссертации взаимодействуем. И первая эта форма – это понятие. Понятие – самая простая форма мышления. И когда нам, например, вот смотрите, кто из вас не понимает разницу термин и понятие? Поставьте троечку в чат, пожалуйста. Вот не понимаю. Вот слышу постоянно это, но вот разницу не могу до конца понять. Еще, еще, еще. Все остальные понимают. Смотрите, когда мы с вами выбираем научную сферу, внутри которой, да, область научную, внутри которой мы с вами осуществляем, проводим исследования, мы оперируем понятиями, которые есть в этой науке. Что такое вообще, да, что такое понятие? Понятие нам позволяет обозначить какой-то объект, явление и так далее, как бы выделяя определенный признак. Я сейчас на примере скажу, сразу все будет понятно. И любое понятие выражается в форме слова или словосочетания. Ну, например, смотрите, вот буквально я сейчас с совета вышла, заседание совета у нас было по улучшению инвестиционного климата. Оно еще продолжается, я из-за вебинара вышла раньше. И мы обсуждали сейчас проблемы, которые есть не только в нашем регионе, они есть в разных регионах, в том числе, например, безработные. Вот смотрите, безработный – это понятие, да, понятие, которое используется в экономических науках. В частности, в экономике труда, можно в других науках посмотреть. В любом случае, это вот такое экономическое понятие. Так вот, когда мы говорим «термин», это название понятия. Вот безработный – это термин, название понятия. А само понятие, для того, чтобы нам разобраться, да, суть понятия, нам нужно выявить определенный признак, который позволит нам вычленить вот это из всего остального. И теперь смотрите, если я хочу дать, расшифровать вот это понятие, раскрыть понятие безработный, я должна эти признаки обозначить. Кто такой безработный? Это человек, который не имеет работы, доходного занятия. Это человек, который ищет работу. Если мы говорим об официальном безработном, то он должен быть обязательно зарегистрирован, и он должен быть обязательно в трудоспособном возрасте. Вот это признаки, которые позволяют мне четко объяснить, кто такой безработный. То есть я дала определение этому понятию. Если мы говорим, то есть термин и понятие – это не одно и то же. Термин – это название, а понятие – это суть того, что вы назвали. Следующее, чем мы пользуемся – это суждение. Это следующая форма мышления. Это уже более такой продвинутый вариант. То есть понятие – это мы что-то называем. Это вот это, это вот это, это вот это обладает такими-то признаками. Что такое суждение? Суждение – это такая форма мышления, которой мы что-либо хотим утвердить или опровергнуть. Чаще всего суждения состоят, безусловно, из понятий, из тех самых, которые мы с вами ввели, определили их суть. И эти понятия, они в этих суждениях связаны определенным образом. Например, если я определила понятие «безработный», я могу суждение высказать. Количество безработных, например, в данной стране увеличивается. Вот, суждение по поводу этого понятия. То есть я уже каждый раз не говорю, что вот таких-таких-таких-таких людей, как вот эти четыре признака, да, становится больше. Я их назвала одним словом – безработным. И теперь это нам понятно с вами, и вам, и читающему, и потом кто в записи посмотрит этот рубинар, и точно так же с вашей диссертацией. То есть когда вы определились с понятиями, выстроили терминологически все, рассказали, что вы используете, какие термины вы используете, и какой сутью вы их наделяете, да, соответственно, вот мы после этого начинаем двигаться и рассуждать, формировать определенные суждения по поводу этих понятий. Суждения просто по определению, они могут быть истинными и ложными. И поэтому наша задача, и вообще задача, например, экспертного сообщества, в том числе, которое будет читать нашу работу, определить, а ваши суждения, они отвечают, они вообще истинные, или вы заблудились, или вы ошибаетесь в этих суждениях. Поэтому вот здесь на это делает акцент экспертное сообщество. Ну, а с точки зрения того, что суждения бывают простыми и сложными, здесь чисто техническая, можно сказать, ситуация, то есть суждение простое, это когда это просто какое-то одно предложение, простое предложение. Сложно, это когда у нас есть соединение каким-то союзом, то есть несколько, может быть, там каких-то утверждений, которые внутри находятся. Ну, и еще более продвинутый вариант, да, более продвинутая форма мышления, это умозаключение. То есть для того, чтобы сформировать умозаключение, нам нужно и понятие, и суждение, поэтому это более продвинутая форма. Здесь что нам? Здесь нам нужно какие-то исходные суждения сформулировать. Эти суждения называются в логике посылки. И из этих суждений нам нужно сформулировать определенный вывод. На основе этих суждений мы формулируем определенный вывод. Смотрите, в диссертационной работе очень часто, особенно в первой части, когда теоретическая часть, и как раз дается вот этот терминологический аппарат вводится, когда показывается разработанность темы, осведомленность автора вообще о тех исследованиях, которые выполнены до него, и он делает обзор исследований. Очень часто мы встречаем следующий момент. Некое перечисление. В работе у Иванова вот такое-то представление, у Петрова вот такое-то представление, у Фидорова вот такое-то представление. То есть это суждение по поводу чего-то, но там нет никаких выводов. То есть суждения сформулированы, утверждения какие-то есть, но выводов нет. И возникает вопрос. Но то, что Иванов, Петров и Сидоров это в своих исследованиях написали прекрасно, они молодцы. А что же тут автор диссертации-то нам хочет сказать? Он хочет нас познакомить с этими работами? Так мы, в общем-то, и сами это можем почитать. Поэтому в диссертационной работе очень важно, особенно когда вот вы делаете обзор, высказывать определенное свое суждение, которое является в данном случае неким выводом. Это не обязательно еще новизна, совсем не обязательно новизна. Но это какое-то ваше авторское представление, ваша авторская некая оценка, если хотите, тех исследований, которые были проведены до вас, с которыми вы знакомы, и вы о них вообще в своей работе говорите. Что касается умозаключений, мы, может быть, это так не называем, да, и, может быть, сейчас каждый скажет, ах, так это вот, у меня это умозаключение, да, но тем не менее, для того, чтобы мы с вами четко в этом ориентировались, это важно называть своими словами. Так вот, они бывают непосредственными, а бывают опосредованными. Непосредственное умозаключение, это когда у вас есть какая-то одна посылка из одной посылки, и вы делаете вот этот вывод. А посредованное, это когда нам требуется несколько вводных, да, то есть несколько суждений, на основе которых мы делаем вот этот вывод. И то, и другое в работе используется, и то, и другое нам необходимо, просто в разное время разными мы умозаключениями пользуемся и их формулируем. Когда мы говорим о необходимости, необходимости вот использовать эти формы мышления, я все время говорю, вот, допустим, я получаю какой-то текст диссертации, когда мне присылают, а можно бы получить ваше мнение по этому поводу. Совершенно не обязательно эта диссертация, может быть, по экономике, просто вот с точки зрения научной готовности текста. И я, например, пишу, что текст не вполне научный или не вполне логичный. Вот это означает, что либо недостаточно раскрытые понятия не уделил автор этому времени, он просто посчитал, что, ну, скажем так, я вижу, друзья, что вы мне пишите в чат, я сейчас мысль закончу, обязательно в чат посмотрю. Он, может быть, посчитал, что некоторые понятия, вот, кстати, да, это очень часто такая, ну, не ошибка, но такая вот часто встречающаяся ситуация, когда автор диссертации считает, что, ну, смысл давать определение, я не знаю, понятию тот же безработный. Или, например, я писала докторскую по социальной инфраструктуре, но это же очевидно и ясно, как божий день, что такое социальная инфраструктура. Нет, друзья, даже если это ясно и очевидно, как божий день, мы даем определение этим понятиям именно для того, чтобы вы как будто бы договариваетесь, да, условно говоря, договариваетесь в том, что вы-то подразумеваете под этим, внутри этого понятия, вы какой сутью наделяете его. Это очень важно, потому что в любой науке есть понятия, вот мы говорили вначале о бессмысленности, да, понятия, которые одним словом называются, но они могут иметь разные оттенки. Например, в экономике от слова капитал. Это термин, который по-разному может быть трактован, и поэтому невозможно вообще сделать таким образом, чтобы, вот не дав определения, дальше продолжать осуждение с тем или иным понятием. Поэтому для того, чтобы, вот я сейчас, может быть, это мысль с вами потренируемся чуть попозже, да, для того, чтобы разобраться, как это конкретно делается в диссертации, если для вас это актуально, я, безусловно, сейчас на одну минуточку, что называется рекламная пауза, да, приглашаю вас на курс. Потому что тема глубокая, тема подготовки к диссертации, не такая очевидная, как кажется, особенно сейчас в меняющихся условиях. Курс полный, большой, его обновили в соответствии с новыми нормативными документами, которые есть, и стартует он 29 марта. Темы пройдем просто-напросто от самого выбора идей, от понимания того, что требуется в рамках диссертации, какой пункт нужно пройти, да, и какие виды деятельности нужно вести, как повысить их эффективность, как заниматься планированием, как начать писать диссертацию и, конечно, ее закончить писать, как показать новизму, как вот эту всю логику, то есть когда на курс люди приходят, очень часто есть такое ощущение, не то чтобы не готовности писать, а не понимание, как это сделать. Так вот после курса у вас будет полное понимание того, не что от вас требуется, да, может быть, вы сейчас уже понимаете, что от вас требуется, а как это реализовать, как сделать так, чтобы работа соответствовала вот этим требованиям. Ну и, естественно, не оставим без внимания вопросы, связанные с публикациями, с выступлениями, потому что мало написать диссертацию, нужно ее защитить, следовательно, выступать нужно по своей теме, ну и, конечно, как работать непосредственно с текстом диссертации, с текстом автореферата, и, что называется, на подготовке диссертации ваш путь не заканчивается, ее нужно еще и защитить, и поэтому теперь уже две темы посвящены тому, как подготовиться к защите, как пройти эту защиту успешно, и что делать после нее, для того, чтобы получить такие желаемые диплом, и посчитать, что этот путь прошел успешно и ярко. Рада буду вас встретить на курсе, Ну, а нам нужно с вами посмотреть на следующий момент, очень важный, это на структуру, собственно говоря, работы, и на то, как нам нужно изложить текст диссертации, для того, чтобы вот это все, о чем мы сейчас только сказали, там присутствовало. Так, хорошо, сейчас я смотрю в чат, и продолжаем. Господа, я вижу, что вы тут обсуждаете, как я произношу термин, термин и так далее, и тому подобное, мне очень радостно, что вы меня поправляете, благодарю, но я буду по сути дальше двигаться. Значит, и так, дальше, наша задача с вами посмотреть, как это работает в диссертации. Зачем? Для чего? Вот все время говорю о том, что полюбите вопрос, для чего? Для чего нам нужны понятия ввести? Во-первых, понятия нам позволяют отразить некие общие существенные свойства предметов и явлений. То есть, когда мы вводим то или иное понятие, мы как бы разделяем вот это это, а это другое. Например, опять же, я сегодня привожу примеры на своей работе, просто сугубо потому, что нас много, мы готовим диссертации по разным специальностям, что называется, чтобы никому не было обидно. Вот я писала диссертацию по социальной инфраструктуре. Есть просто термин инфраструктура, и есть социальная инфраструктура. Это одно и то же? Нет, это не одно и то же. И моя задача была показать это понятие и это понятие. И для того, чтобы их разделить, вот как раз эти свойства, эти признаки, да, особенные, существенные, необходимо было выделить. Вам тоже необходимо понять, какие именно понятия вы будете освещать в своей работе, и есть ли необходимость эти понятия как-то разделять. Может быть, это уже существует, такие классификации, видовое разнообразие и так далее. Об этом, значит, тоже нужно будет сказать. Когда мы говорим о суждении, суждение позволяет установить связи как раз между этими предметами и явлениями, что делает нашу работу научной. Наука вообще изучает взаимосвязи, закономерности, особенности и так далее. Она не рассматривает просто отдельно предмет и просто отдельно явление. Научной работа становится только тогда, когда вот эта цепь, соединение, она есть. И когда мы, часто тоже получаю вопрос, а вот сколько там 10 этих понятий надо, вот в моей науке там очень много понятий, в рамках моей темы там вот их там 20, например, мне все 20 надо рассматривать, или 15, или 10, как вот это определить? Очень просто. Если вы какое-то понятие введете, укажете, но дальше вы не будете его никак использовать, не будете с этим понятием устанавливать какие-то связи между ним и другими, возникает вопрос, для чего? Для чего? То есть мы с вами фильтруем необходимость проговорить, указать какое-то понятие в нашей теоретической части, да, в первой главе, через призму его необходимости для дальнейших суждений, для дальнейших доказательств об основании и так далее. Ну и естественно, если мы говорим умозаключение, вот оно вроде бы это, ну что-то такое, как это в работе диссертация нам помогает, как раз умозаключение позволяет нам вот эту авторскую позицию вырабатывать. И если мы эти выводы после каждого какого-то, ну каждого, не каждого, да, несколько суждений, некий вывод, несколько суждений, некий вывод. Я про такие работы говорю, что работа наполнена автором. То есть там много авторских мыслей. И это классно. А когда работа, например, состоит только из того, что указан вот этот вот автор с ссылкой, вот этот автор с ссылкой, вот этот автор и так далее, к такой работе возникает вопрос, а где здесь автор? Вот если вам в той или другой интерпретации говорят, что не хватает авторства, да, вот здесь авторского мнения, это значит, у вас не хватает вот этих умозаключений в работе, у вас не хватает выводов, основанных на известных суждениях. Естественно, эти выводы основываются, да, на неком преобразовании, то есть вы через себя, через свое понимание, через те методы, которыми вы используете, пропускаете эти суждения, вы их не просто пересказываете. И тогда вот возникают вот эти авторские выводы. Итак, давайте теперь, что такое определение понятия. Это вообще фундамент, без которого вообще никто, никто ни в одной работе обойтись не может. Это, то есть нам что нужно в рамках определения понятия сделать? Нам нужно раскрыть содержание понятия. Вот содержание понятия, это тоже термин. Что такое содержание понятия? Это, что значит, раскрыть содержание какого-то понятия. Например, на защите часто говорят, у вас не раскрыто вот это понятие, или недостаточно раскрыто. Что имеется в виду? Опять же, пример приведу из своей области знаний. Человеческий капитал, человеческий потенциал. Одно и то же? Нет. Многие воспринимают как одно и то же. Если вы сторонник считать, что это одно и то же, обосновывайте в своей работе это. Если вы осознаете, что это разные вещи, раскройте содержание этого понятия, содержание этого понятия, и покажите, в чем их отличие. То есть, и для того, чтобы это сделать, нам нужно как раз-таки наиболее важные признаки выявить внутри, и когда мы можем сказать, что мы раскрыли содержание этого понятия. То есть, это вполне может стать, во-первых, вашей новизной, уточнение какого-то понятия, конкретизация, расшифровка, расширение, может быть, наоборот, сужение. Либо, если вы вообще заходите, я вот буквально недавно читала работу, просто шикарная работа, работа кандидатская, но очень сильная, автор вводит понятие. То есть, вообще новое понятие, которое он пытается, что называется, застолбить за собой, показывая, что нет такого термина, он объясняет, почему то, что он предлагает, отличается от тех терминов, которые существуют, в науке. Ну и, конечно, вот эти понятия, они не изолированы друг от друга. То есть, между этими понятиями существуют отношения. И ваша задача – установить эти отношения в своей диссертации. То есть, недостаточно просто дать определение, это вот это, это вот это, это вот это. А вот связи нам нужно четко показать. И давайте посмотрим, что нам для этого нужно сделать. А для того, чтобы показать отношения между понятиями, нам нужно не содержание уже понятия, это следующий термин, кстати, а объем понятия. То есть, какое количество объектов этим понятием покрывается. Давайте на примерах, для того, чтобы вот эта немножко абстракция, да, чтобы она вот немножечко ушла и стала более понятной, давайте мы на примерах с вами посмотрим, как это делать. Я сочла возможным не рисовать вам дополнительные схемки, а воспользоваться учебником, учебным пособием по логике, потому что здесь на очень простых, как я называю, детсадовских примерах объяснены вот эти отношения, и они могут очень помочь для того, чтобы ваша работа стала более наполненной, более обоснованной и такой серьезной. Итак, смотрите, если мы говорим о понятиях, и нам нужно установить между ними отношения, то у нас понятия бывают сравнимыми и несравнимыми. Сравнимыми это те, у которых есть какой-то общий признак, несравнимые, это у них вообще нет никакого признака. Ну, я не знаю, там слона и кирпич, я сравнивать не буду. Мы про несравнимые вообще не говорим. Мы говорим про сравнимые. Так вот, сравнимые, они бывают совместимыми и несовместимыми. И вы про свои понятия, по идее, должны это знать. Потому что, когда вы вот отношения между этими понятиями будете устанавливать в своей работе, это будет важно. Итак, смотрите, если у нас понятия совместимые, то есть одно понятие каким-то образом, хотя бы частично соприкасается с другим. Первое, смотрим, равнозначность. Это самое максимальное тесное отношение между понятиями. Когда одно равнозначно другому. Мы бы могли это назвать синонимами. синонимами, да, то есть это одно и то же. Получается, что то, что мы называем одним термином и то, что мы называем другим термином, на самом деле это одно и то же. В этом случае, если вы в первой главе, в теоретической главе заявляете об этом и даете определение этим понятиям и признаете их равнозначными, тогда вы в работе можете использовать то одно, то другое, то это, то это, потому что вы заранее сказали, что вы здесь имеете в виду одно и то же. Но это достаточно редкий вариант. Следующее, это пересечение. Это когда одно понятие пересекается с другим, но частично, не полностью замыкается, а частично есть какое-то пересечение. И здесь совершенно простой пример, но очень зато понятный, про школьника и спортсмен. Вот есть понятие школьники, есть понятие спортсмен. Это определенное количество, что такое объем понятия, это сколько вот этих тех самых школьников и объем понятия сколько спортсмен. Понятно, что школьник может быть спортсменом, а может не быть спортсменом, поэтому мы с вами вот в этой области, которая заштрихована, это как раз и есть пересечение этих понятий. Но есть и те, которые не пересекаются. Школьники, но не спортсмены. Вот здесь спортсмены, но не школьники, взрослые, например, люди. Это вот здесь. И соответственно, вы должны для себя понимать, у вас есть это пересечение или нет. Или у вас, например, отношение подчинения. Подчинение не в смысле, что один зависит от другого. Здесь это очень важно понимать. А подчинение, это значит, что одно понятие как бы входит внутрь второго понятия. То есть оно полностью как бы поглощено. И в этом смысле, опять же, да, очень простой пример. Карась и рыба, да, есть более общее понятие рыба, есть более мелкая карась. И любой карась это рыба, поэтому он полностью попадает в это понятие. Но не любая рыба это карась. И поэтому вот здесь подчинение. И в ваш, и очень часто возникает вопрос. Я даже такое иногда просто пишу, вот когда особенно выступаю в качестве эксперта по автореферату, я так и пишу, что не вполне понятно, например, какое у вас отношение между этими понятиями. То есть вот установить отношение между понятиями, это крайне важно, друзья, крайне важно. Что больше чего, что может быть предопределяет что-то, что на что влияет, мы это можем увидеть, только если мы поднимаем отношение между этими понятиями. Ну и следующее. Смотрите, если у нас понятия несовместимые, что это значит? Это значит, они вообще никак. Вот в первом случае у нас полное соединение было, частичное соединение, и одно внутри другого. А здесь несовместимые, это тогда, когда у них нет общего признака. И здесь тоже очень хорошо, вот мне понравилось, что здесь очень простые примеры. Сосна и береза, ни одна сосна не является берегой. Ни одна, да, это другое дерево. У них общих признаков нет. Но вот здесь мы можем попасть в некое ошибочное, у нас может возникнуть суждение относительно того, что ну это же деревья, это деревья, но это означает, что они попадают в более общее понятие деревья. Но от этого они не становятся совместимыми. Сами они не пересекаются никак, не соединяются и друг в друга не входят. Они принадлежат более крупному понятию, более крупной общности деревьям. И ваша задача тоже понять для себя и сделать об этом акцент в работе. Противоположность, что это? Это когда мы говорим, опять же, нет тут общих признаков. Здесь у нас противоположные понятия. Но противоположность означает, что может быть что-то вот между ними, вот что-то между ними существует. И, ну, если опять же мы абстрактно сейчас не о научном примере говорим, о примере, который на слайде высокий и низкий человек. Это разные, мы понимаем, что это разные, но мы понимаем, что между ними есть, например, люди среднего роста. Почему нет? Вот они вот где-то вот здесь вот находятся. Это некие вот такие полярные варианты, а вот серединка, она существует. Тогда мы можем говорить о противоположности. Но в отличие от противоположности, чем противоположность отличается? Это от противоречия. Противоречие – это ситуация, когда мы хотим показать некое отрицание. Вот в своем рассуждении мы хотим показать отрицание. То есть если этот человек высокий, то он точно не низкий. И вот здесь вот может быть это ценно для вашей работы. И может быть вы что-то будете как раз объяснять, а может быть даже и доказывать, через противоречие. И поэтому, конечно, вот здесь вот понимать эти отношения и установить эти отношения в своей работе между использованием вами понятия – это принципиальная важная штука. Давайте чуть-чуть попробуем очень быстренько в чате, для того чтобы мы с вами закрепили, понятно или непонятно. Я не буду задавать вопрос, понятно или непонятно, я пойму по вашим ответам. Писатель и мужчина – что здесь у нас? Какое отношение между этими двумя понятиями? Друзья, в чат пишем. Кто понял? Вот у нас есть писатели и есть мужчины. Затрудняйтесь. Пересечение еще. Еще, 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 друзья, включаемся, включаемся, пересечение, отлично, отлично. Действительно, пересечение. То есть у нас писатель может быть мужчиной, мужчина может быть писателем, но совершенно не обязательно. Следующую давайте пару посмотрим. Писатель – человек. А вот здесь как? Пишем, пишем, пишем. Подчинение, совпадение. И если мы говорим о совпадении, то есть равнозначность, то как будто бы все писатели… Так, 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 так. Все писатели, все люди обязательно писатели. Это не совсем, да? Да, здесь подчинение. Действительно, как карась. Здесь подчинение, отлично. Еще один пример. Москва и столица России. А здесь что у нас, друзья? Пробегаемся, пробегаемся. Совпадение, оно у нас как правильно называется? Совпадение. Не совсем совпадение, это называется равнозначность. То есть это понятие полностью соответствует этому понятию. Да, это значит, что это одно и то же, равнозначность. Отлично. А вот, например, Москва и Санкт-Петербург. Смелее, смелее. Не совпадение. Сто подчинение. Вспоминаем, да? Если там у нас как карась была, здесь у нас как сосная береза. То есть это города, то есть в более общность городов это попадает, но Москва не является Петербургом, Петербург не является Москвой. Это самостоятельные у нас города, да, и поэтому здесь, ну и последний, напоследок, что называется. Мокрая дорога, сухая дорога. Все варианты с вами посмотрим. Угу. Ну-ну-ну-ну, друзья. Противоположность. Отлично. Противоположность. Можем мы это превратить в противоречие? В данном случае, да, это противоположности. Если мы захотим противопоставить, можем. Если не захотим противопоставлять, то у нас есть серединная ситуация, да, какая-нибудь влажная дорога, которая начинается только во время, там, дождя еще, пока она не совсем мокрая, или заснеженная дорога, например, да, то есть у нас есть какие-то другие варианты. Это не обязательно противопоставление, но противопоставлением сделать, в принципе, можно. То есть, смотрите, мы с вами вот сейчас на таких игровых, что называется, простых, ненаучных примерах потренировались. Ваша задача после сегодняшней нашей встречи посмотреть на свою тему, примерно вот так же, на свои понятия, и вот эти отношения для себя прояснить, открыть эти отношения для себя. Ну и теперь смотрите, что у нас далее. Мы можем сказать, что когда мы отношения между этими понятиями установили, мы выяснили, как они делятся на какие группы, как они друг с другом взаимодействуют, соподчиненные они или равнозначные, или какие они. Вот теперь только мы можем начать рассуждать. Мы можем начать формировать суждения и последовательность этих суждений у нас превращается в рассуждение. Но для того, чтобы мы говорили о рассуждении, вот я сейчас уже фактически час, ну чуть меньше часа, говорю, я говорю фразы, которые с одной стороны можно выдернуть из контекста и использовать как отдельное суждение, но они выглядят как рассуждение. Почему? Потому что они логически выстроены, и между ними есть переходы. Я от одной мысли перехожу к другой мысли. И вот в диссертационной работе у вас должно быть абсолютно точно так же. То есть мы рассуждаем, но не просто так, а что мы к чему идем. Вот это логическое рассуждение, которое выстроено в последовательность, у нас с вами есть главы последовательные, мы с вами выходим на то, что нам нужно получить определенные выводы, определенные сформировать итоги своей работы. Таким образом, у нас умозаключение, на основе наших рассуждений, суждений, мы приходим к выводам, но и казалось бы, так мы это сейчас только уже рассматривали, уже все прекрасно, мы уже это все поняли. Но мы приходим к самому-самому главному. Оказывается, что умозаключение и обоснование неравны любви. То есть вот это неравнозначные понятия. Вот пример неравнозначных понятий. И нам кажется иногда, у меня же вся работа в суждениях, у меня там вывод на выводе, там везде есть автор, вот есть эти выводы авторские. Почему, мне интересно, эксперт пишет, что у вас недостаточно обоснованы ваши выводы? Потому что выводы есть, умозаключение есть, а обоснований нет. Как добиться того, чтобы это было? Давайте посмотрим очень важное понимание, что такое обоснование. Для того, чтобы ваша работа выглядела обоснованной, ваши научные результаты были обоснованы, нам нужно привести аргументы. Помните, мы начали с трех с вами элементов касательно того, что значит мыслить логически. Использовать три формы мышления, использовать определенные мыслительные операции и аргументировать. То есть то, что мы с вами, те выводы, к которым мы приходим, мы должны аргументировать. Для того, чтобы понять, мы это утверждение можем вообще дальше нести в своей работе, или мы как-то тут не совсем корректны. И вот для того, чтобы случилось то самое обоснование, чтобы оно было достаточным, нам нужно как раз-таки использовать мыслительные операции или мыслительные действия. Мы в науке чаще всего, вот если оторваться от философии, от логики, мы обычно говорим, для этого мы должны использовать научные методы. То есть даже когда вы отзыв официального оппонента или ведущей организации почитаете, там будет написано, что вот по поводу обоснования, что выводы достаточно обоснованы, они опираются на грамотно подобранные научные методы. То есть правильно подобранные методы и их правильное, грамотное применение делает ваши выводы, ваши научные наработки обоснованными. Ну и какие здесь мы мыслительные операции можем с вами использовать. Но то, что мы с вами привыкли называть методами, мы можем сравнивать. Например, для того, чтобы показать, что это утверждение является моей научной новизной, я как могу это сказать? Это может мне кажется, что это научная новизна моя, а эксперту так не покажется. Для того, чтобы это было понятно и очевидно, мне нужно сравнить свой результат, полученный, с результатами других исследований. И если выяснится, что у меня результат такой, которого раньше никто не показывал, вот я доказала, что у меня новизна. Тоже так же, когда мы что-то хотим показать, рассмотреть, мы можем использовать абстракцию, мы можем использовать обобщение, когда это необходимо, для того, чтобы, может быть, мы не во все детали будем погружаться нашего процесса, особенно, когда это кандидатская диссертация, не надо замахиваться на все подряд. Конкретизация – это вообще метод, который мы используем по отношению к понятиям. Мы конкретизируем такое-то понятие. Это прям может быть такой вашей, ваша новизна. Конкретизировано понятие такое-то. Ну и, естественно, анализ синтез, без этого мы вообще никуда, когда мы движемся от частного к общему, или когда раскладываем, ой, точнее говоря, когда мы разделяем на части или соединяем в единое целое, это просто вообще базовые такие операции, которые мы с вами проделываем в работе. И почему же тогда у нас, заключая вот эти свои мысли и подчеркивая, что это не одно и то же, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Что у нас заключение, напоминаю, что это у нас есть посылки, посылки – это суждения. Мы о чем-то порассуждали, у нас возникли какие-то суждения. И мы на основе этого сделали вывод, сформулировали заключение какое-то, да. Но, друзья, обращаю ваше внимание, когда мы эти посылки берем, мы не знаем, к какому заключению мы придем. Просто нам это неизвестно. Но, когда мы говорим про обоснование, это прямо противоположная, грубо говоря, ситуация. Нам нужно сначала сформулировать тезис, который мы собираемся доказывать. Этим тезисом в диссертационной работе часто является гипотеза. Мы говорим, там, гипотеза исследования такая-то. То есть вы сначала формулируете какое-то предположение, какой-то возможный вывод, к которому вы, возможно, придете, возможно, не придете. А потом вы начинаете аргументировать, вы начинаете суждениями, доводами, аргументами обосновывать, так это или не так, выявлять, да, так это или не так. Вот тогда работа будет обоснована. То есть не из серии взяли, что попалось у нас в литературе, порассуждали и сформулировали вывод, а наоборот, сначала подумали, к чему вы собираетесь прийти, и это мы обосновываем. Так это или нет. И ваша гипотеза может быть подтверждена или опровергнута. Поэтому вот эту разницу мы с вами должны представлять, и она вообще должна быть, ну, тем, таким, знаете, индикатором, который мы сами для себя, как эксперт, должны применять при оценке текста своей работы. Ну, и я, друзья, заканчиваю. Татьяна попросила, чтобы мы сегодня с вами 15 минут закончили. Да, я вижу, что у нас есть какие-то вопросы, я хочу на них ответить. Я в очередной раз зову вас на курс, потому что то, о чем мы сегодня говорили, в большей степени отвечает на вопрос, что нужно делать, да, что нужно использовать, что вам пригодится, что значимо, что оценивают эксперты. А на курсе мы, конечно, говорим о технологиях, то есть мы отвечаем на вопрос, как это все реализовать, как это сделать так, чтобы работа всему этому соответствовала. Ну, и по традиции, если у вас будут вопросы, которые вы не задали мне сейчас, постеснялись или еще что-то, вы, как всегда, можете мне написать, я на письма на все отвечаю. Пожалуйста, дайте мне обратную связь, насколько полезна была наша встреча, можно огоньками, можно в чате, а я сейчас посмотрю, что вы задавали, какие вопросы, и благодарю за ваши огни, это для меня очень важно, сегодня я в таких необычных условиях обещаю. Ну, да, очень много вопросов на защите именно касается терминологического аппарата, да, понятий, взаимосвязей, вот это. И поэтому, и суть, вот абсолютно согласна с Евгением относительно того, что если мы не четко формулируем понятия в своей работе, то мы, в общем-то, нас могут не до конца понять. Так, так, так. Так, не поняла здесь, вы тут друг с другом общаетесь уже про точные науки и философию, это, как всегда, вопрос гуманитария от этих норей. Ладно. Договариваться. Вопросы я ищу, вопросы, вопросы, вопросы. Вопросов по сути пока не вижу, тема содержания. Так. Да, логика вообще нужна многим, и не только аспирантам, декторантам. Согласна. Вижу ваши комментарии относительно того, что было полезно. Огромное спасибо друзьям. Или постеснялись задать вопросы, или все понятно. Давайте я, как все-таки преподаватель, немножечко здесь тоже не только в роли спикера выступлю. Я прошу вас по окончании сегодняшней нашей встречи, у тех, у кого есть текст диссертации, или вы задумываетесь об этом, проведите ту работу, которую мы сегодня, в такой, может быть, немножечко шуточной форме, я не хотела эту тему подавать очень так серьезно, вот прям сверхфундаментально, для того, чтобы, ну, те, кто не совсем готов, чтобы он не испугался всех этих сложностей. Поэтому попробуйте вот выписать прям себе понятия, которые у вас есть, как они трактуются, установить отношения между этими понятиями, и, может быть, даже заглянуть относительно того, а что дальше вы можете с этим делать. То есть заглянуть в свою новизну, и посмотреть, как вы этим можете воспользоваться для того, чтобы сделать свою работу не только яркой, не только наполненной новизной, но и, конечно, научно обоснованной. Еще раз вас благодарю. Надеюсь, что мы с вами будем встречаться на наших встречах и далее. Ну, и, конечно, буду рада вас видеть на курсе, потому что 10 недель мы будем рядышком, вместе, рука об руку. Я буду проверять ваши домашние работы, давать вам обратную связь, и, в общем, что называется, пообщаемся ближе и познакомимся. Ну, а вам прекрасного дня, всего доброго, замечательных научных текстов, логически выстроенных и обоснованных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!